Измерение пред лицом его дару, Всё я отдаю, всё я отдаю, Всё тебе, мой Искупитель, Всё я отдаю. Всё Иисусу отдаю я, Всё кладу к Его ногам, Суету отверг земною Направляю к небесам, Всё я отдаю, Всё я отдаю, Всё тебе, мой Искупитель, Всё я отдаю. Всё я отдаю, Всё я отдаю, Всё я отдаю, Всё тебе, мой Искупитель, Всё я отдаю. Аминь. Слава Иисусу Христу, Аминь. 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 Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы благодушевствуем, всегда благодушевствуем, и как знаем, что, выдворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и выдвориться у Господа. И потому ревно снастараемся, выдворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. И в этом же, в этом же разделе, в этой же пятой главе, в девятнадцатом стихе говорится, Бог во Христе примирил с Собою мир, не отменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. И дальше говорится, что мы посланники от имени Христова, просим, призываем этот мир примириться с Богом. Друзья, братья и сестры, вот хочу свидетельствовать, я приехал сегодня с сыном, с Николаем, нашим старшим сыном, Бог отдал троих сыновей и троих дочерей. Слава Богу! И внука пока одного, ждем сейчас, внучку, ждем, ожидаем, слава Богу! Вот, и, знаете, я благодарю Бога за всемогущего, вот, Бога всемогущего за эту милость и благодать. Вот, и как говорится здесь, что видимое, оно временное, а невидимое, оно вечно. Есть много видимого, красивого, но есть невидимая красота, знаете ли, есть вечная, истинная. Вот, и когда я был подростком, то пережил с ним встречу, с Богом, которая изменила всю мою жизнь, вот, и которая меня научила. Тогда, мне было неполных 13 лет, она научила меня как раз этому, что видимое, оно временно, а невидимое, оно вечно. И что есть Бог, есть вечная жизнь, есть действительно, ну, как вот сейчас говорят, иные измерения, но есть другой мир, одним словом, более реальный мир, чем даже тот, который, вот, нас окружает сейчас. Тогда это мне было очень чудно все узнать, конечно, потому что я вырос в лучших традициях марксистско-ленингской философии, идеологии. Вот, родители были атеистами, убежденными, дедушки и бабушки были атеистами, ну, по крайней мере, вот, дедушка и бабушка, родители моего папы, они были даже такие почетные атеисты, будем говорить, воинствующие, ветераны ЧК, НКВД, вот. Вот, и, в общем-то, знаете, мои прабабушка, прадедушка были тоже воинствующие, были безбожники еще в XIX веке, получается, при царе, но отрекшиеся от всякой религии, вот, и были революционерами, вот, и они с головой пошли в этот омут революции, знаете ли, веря в то, что ни бог, ни царе, ни герой, нам не дадут избавления, но своей собственной рукой достигнем этого. Они в это верили, я не сужу их, они сделали свой выбор тогда, вот, они верили, что это лучше, судьба будет. Но жизнь показала, прошли поколения, жизнь показала, что мои бабушка, дедушка и прабабушка, и прадедушка, они ошибались, выбрав неверный путь. Я это понял в 13 лет, понял удивительным образом, пережив встречу с Богом. О Боге я не знал ничего, ни хорошего, ни плохого, даже не знал, что он вообще существует в природе. Вот, 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 но я пережил с невстречу. Таким образом, я умер, заболел, умер, вот, врачи не смогли спасти меня. Тогда я заболел двусторонней пневмонией, условно. Оба лёхи хотели, и наступила смерть. Вот, жизнь моя порвалась очень рано, получается. Девятнадцать с половиной лет, ну что такое, ещё, ещё пацан, ещё, знаете ли, подросток, ещё не взрослый человек. Но, знаете ли, смерть не щадит ни старых, ни малых, никого. Вот, и вот моя жизнь оборвалась вот так вот трагично. Конечно, врачи утешали, как могли, моих родителей, сказал, брать сказал, что у вас есть ещё ребёнок, мой младший брат, и что вы ещё молодая женщина, можете ещё родить ещё. Вот, но уже всё. И, ну, на удивление всем, я воскрес тогда, вот, из мёртвых, ну, как говорят, клинической смерти. Вот, моё воскресенье врачи попытались как-то объяснить родителям тогда, вот, что, ну, как второе дыхание организма, как говорили, как-то ещё, знаете ли. Но исцеление моё никак не могли не объяснить, потому что очищение обоих лёгких, и теломер от того, что обоих лёгких отекли, знаете ли, это как бы, значит, никакое второе дыхание организма, как бы, оно не может там, значит, очистить обоих лёгких сразу. Вот, я ушёл, хрипя и свистя, значит, зашёл в тело, когда сваливернулся, то я дышал ровно, без скрипов, без свистов, абсолютно ничто не болело, ну, по мере захождения не имею в виду. Вот, уже там, где я заходил, там я уже не болел. Вот, и полностью зашёл в самого себя. То есть, до момента смерти, знаете ли, я не знал вообще, что есть душа, есть что-то другое, помимо того, что я вот могу пощупать, потрогать, чем я могу жить. Я не знал, что это я, это я, это я, и сейчас перед вами это я, но это не совсем я. Это как бы, вот, то, что внешне вы видите сейчас. Вот, это как в Библии, здесь Павел сравнивает с хижиной. Хижина временная, а есть жилище вечное. Жилище временное, жилище вечное. Вот, это тело, это наше временное жилище. Вот, которое мы оставляем однажды. Ну, в моей жизни самое интересное произошло, вот, как раз в момент между смертью и воскресеньем. Вот, в этот короткий промежуток времени, какие-то минуты, но эти минуты изменили всю мою жизнь. В земном измерении это были минуты, в том, в небесном измерении, можно так выразить, это было достаточно продолжительное время, чтобы очень многое что произошло. Вот, ну, во-первых, я был перед Богом. Первая мысль была очень глупая, мне очень было обидно, чувство обиды было такое, за то, что меня обманули вроде как бы, потому что мне не сказали, что Бог есть. Я был в очень глупой ситуации, еще даже за секунду до смерти, не зная, что Бог существует вообще, что я вообще буду после смерти существовать. Об этом у меня было ноль информации. Вот, но околосмертный опыт это один опыт, а сам смертный опыт это уже другой опыт. В околосмертном опыте там важно, конечно, во что человек верил при жизни, что он знал, во что он не знал, там и прочее. Но когда сам смертный опыт уже наступает, там уже неважно, во что человек верил, что он знал, что он не знал. Это уже объективная реальность, и она более реальная реальность, чем вот это, земная реальность. Вот, но в том интересном, что произошло со мной вот в этот момент, и что повлияло на мою жизнь, последующую жизнь, потому что я вот живу, мне сейчас вот 50-й год моей жизни, юбилейный год моей жизни. Да, значит, скоро я буду уже, получается, 50-й годом, как говорят христиане, шучу-шучу, 50-й годом, потому что будет 50 лет скоро. Вот, значит, но полгода мне 49 лет. Прошло какое-то время в моей жизни, и я благодарю Бога за то, что, знаете ли, вот с того времени знакомство с Ним, встреча с Ним, вот моя жизнь, она совсем другая вообще. Она пошла совсем по-другому, не так, как она могла бы пойти. Вот, и самое главное, что я хочу сказать, что Бог хороший. Мне нравится, как американцы поют. Бог, that is good all the time. Бог хороший всегда. Вот, и я об этом везде свидетельствую, вот, и в Новом Завете говорится, вот, что Бог есть любовь вообще. И говорится, что вот в этом прощенном фрагменте, в 19-м стихе этой главы, 2-й коридором, что Бог, Он во Христе принятил с собой мир. Вот, я, конечно, до момента смерти я не знал, даже никакой информации не было у меня. Но, знаете ли, я с того времени кое-что знаю. И читая Библию, изучая Божье Слово, я благодарю Бога за Его любовь и за то, что Он примирился с собой весь мир. Дал спасение людям, вот, и поэтому мы просим всех, призываем всех, примиритесь с Богом. Примиритесь, примите это Божий дар, спасение, вечную жизнь. Потому что видимое, оно временно, на самом деле, это правда. А невидимое, оно вечно. Вот, есть вечная красота, есть вечная истинная, правдивая. Вот, а здесь оно все проходит. Здесь, в этом временном измерении, которое Бог создал, так же, это время тоже творения Божьей. Вот, нам, конечно, чудно все это, потому что, живя во временном мире, вечное нам кажется чем-то таким, порой, очень опасным, чем-то непонятным и пугающим. Но, на самом деле, это, попадая туда, как я говорю, у себя в церкви как-то об этом рассказывал, потому что потом сказал, знаете, вам люди сами все помнят. Вот, потому что сейчас, по большому счету, все равно, как бы, рассказывание рассказывают, все равно, как бы, пока не переступишь этот барьер, как бы, ты не знаешь, о чем говорить, ну, о чем говорить, говоришь. Знаете, вот, это как моя мама, она была парашютисткой, вот, в молодости. Она, как и многие другие, там, комсомольские, там, активисты, там, вот, записалась, значит, на курсы парашютистов, и, в общем-то, вот, прыгала. Вот, ну, была комсомолка, спортсменка, вот, значит, и вот эти годы, как раз вот, еще стали, было жить, да, получается, ну, вот, сразу после войны, этим словом. Среди молодежи было такое популярное движение, увлечение парашютом, спортом, вот, значит, и вот она тоже была, прыгала, и вот она рассказывала о своем опыте прыжков этих, вот, значит, и она говорил, что нога, было дело только лишь в инструкциях и в изучениях, это была, как бы, одна, значит, один спорт. Но когда они оказались уже в самолете, когда из самолета они попрыгивали, это был совершенно другой опыт уже, вот. И вот то же самое здесь я сравню, она мне много в деталях таких рассказывала, вот, как это все было, вот, значит, и я говорю, ну, примерно то же самое, можно сказать так, что, допустим, вот сейчас это, вот, мы в церкви, да, допустим, читаем Божие Слово, прочитали сейчас, я прочитал из Апостола Павла, это как будто бы, знаете, вот, еще вот, ну, занятие для будущих парашютистов, вот, значит, все вроде понятно, и моя мама рассказывала покойно, что, значит, что, да, когда инструктор все рассказывал, все было вроде понятно, но оказавшись в воздухе, между небом и самолетом, совсем другие, другие ощущения, вот, совсем другое, вот, и в момент смерти, конечно, открывает нам совсем другое. И знаете, блажен человек, блаженна та душа, которая доверяет Господу, потому что, знаете ли, если человек, ну, не знаю, там, парашютом откроется, не откроется, то доверяющий Господу может смело надеяться на него, вот, парашют откроется, вот, и действительно, это новая жизнь. Я вспоминаю еще там такой, как анекдот, притчу такую, говорят христиане, неканоническую, когда, значит, внутри утробы разговаривают два малыша, которые должны будут утромиться уже, вот, и один другому говорит, значит, значит, а как ты думаешь, говорит, есть ли жизнь после рождения? А второй отвечает ему, ну, не знаю, никто не возвращался еще оттуда еще. Вот, и действительно, знаете, вот, да, но мы сейчас в такой ситуации, когда оттуда Мал придурнулся, но вот перед вами ваш покорный студент, и я свидетельствую всем вам, что Бог очень добрый, Он богой, и Он очень хороший. Вот, и на самом деле, вот, я очень признательный Ему за эту честь, вот, знать Его, и познавать Его. А зная Его через Божье, через Его Слово, через Ифли, то вообще открывается, вот, не просто, видите, наша перспектива, просто, просто, слава Богу. Вот, и эта хижина, она, выгодайте, время времени, да, какое-то время, вот, но есть вечная хижина, вечное жилище. И написано, что мы желаем не совлечься, но облечься в небесное наше жилище, чтобы смертное было поглощено жизнью. И на сие сам, и создал у нас Бог. Вот, мы же, на порой, там, об этом, так, разговаривали, когда, вот, несколько раз, так, на эту тему, то, что, вот, общались, она, говорит, да, не хочу помирать, вот, вот, хочу, чтобы так, вот, так, вот, как, вот, чтобы нас привелась Архангела, там, Петрогия Божия, чтобы, как раз, облечься, а, сразу вечное жилище, так, вот, вот, ну, в принципе, да, чё ж, я что ж так хочу, тем более, я уже помирал, не хочу помирать, сейчас, ну, вот, значит, ну, переживание не очень хорошее, честно говоря. Ну, хотя, я имею опыт умирать без Бога, сейчас совсем другой уровень Бога, я так понимаю, но всё равно хочется по большому счёту не умирать, а чтобы смертное было поглощено жизнью, чтобы перейти в это божественное измерение, вот, но поколение счастливчиков заставит вас однажды, но, а нам, что дать, как Бог наслаждает. Вот, благодарю Бога за всё и благоставляю вас, и, дорогие друзья, и ещё вот, я сейчас вспомню благословение, знаете, но, ещё хочу пару слов сказать, сегодня такой особый день вообще, кстати, сегодня первое воскресенье октября месяца, день молитвы за Иерусалим. В разных церквях, в разных профессиях, в деноминациях, там огромное количество церквей, да полмиллиона сейчас церквей участвует по всему миру в этой молитве. Вот, и всё. Благословляю, конечно, Петербург, люблю это творение, здесь на берегах не выпусть вот это пробуждение божественное происходит, вот, но, молясь за разные города этого мира, у меня всегда в списке первым Иерусалим, как в Псалме, в 121-м говорится в 6-м стихе, что мы должны молиться за Иерусалим, просить мира ему. Вот, а шалом, там слово стоит, шалом, мир, шалом, это не просто как мир, как у Толстого, война и мир, да, а не просто как мир, как отсутствие войны, а мир с Богом в первую очередь, и мир у Бога, вот так. Так что желаю шалом Иерусалиму. Помолимся, друзья, да? Да, спасибо тебе, Господь, за всё. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, благодарю Тебя за Слово Твое, которое есть свет нам, Господь, и истина Твоя освобождающая, истина действительно. Слава Тебе. Благодарю Тебя, что сейчас, Боже, действительно, видимое оно временно, а невидимое вечно, потому и, молясь, мы часто закрываем глаза, потому что действительно, Боже, мы устремляемся умом нашим, душой нашей, к тому, что нельзя увидеть глазом. Но то, что не видели наши глаза на этой земле, то, что не слышали наши уши на этой земле, то, что Господь не приходил нам на сердце, Ты приготовил, Боже наш, приготовил Господь на небесах. Слава Тебе, Господь, за всё. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Боже, и благостави сегодня Иерусалим, Господь. Боже, пошли мир свой, Иерусалим, Господь. Как сказано в Псалме в 121-м, просите мир Иерусалиму. Да благотенствует и благоставляющий, молящийся за Иерусалим. Слава Тебе, Господь. Благослови Тебя, Царь нашим, Бог нашим. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да призывет на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь, лицо Своим на Тебя, и даст Тебе миг. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 И благословляю всех вас. Спасибо. По красному? Вместе один. А 71-й это дело. Ой, 71-й это дело. Правда? 71-й. Аминь. 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 Ох, ох, ох. Ох, ох. Аминь. ПЕСНЯ 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 Аминь ПЕСНЯ 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 Давайте его споем. О них питает каждый час. Земли и неба вечной сталь Призветь с любовью на твой англии. Давай, как Бог, благословляй, Душой и средствами службы. И общество, приятное, Не потеряй своей души. Вручи тебя во власть Творца, Во все пути берега конца. Аминь. Мы еще возносим нашу молитву за нужды. Вот сейчас мы это сделаем. Давай. Сегодня у нас седьмое. Марина просит помолиться за здоровье родных и друзей. Благодаря Богу за все. Благословить благословение, Наслужить, доводить церковь. Владимир просит Бога Он стоит помолиться за его здоровье За руководителей. Ну и Господь сделал так, Так, чтобы его телесное здоровье было отменным, чтобы и ножки делали, и глазки выклили, и ушки слышали, ну и чтобы аппетит был хорошим. Аллах упадает Господу на все нога, которые Он мне дает, просто помолится на здоровье, хочет болеть больно и кашлять, заболевать, гонять, защиту от различных сил, всех местных людей, чтобы на мобильном телефоне никто не подключался, за благословение, свое здоровье, здоровье родителей и покаяния. Зовут Божие, благою и совершенную во всем. Аминь. Ну, давайте помолимся. Да, и Юрий тоже просто что-то, чтобы помолиться на здоровье, чем-то оно у нас появилось. Спаси и помилуй нас Господи, избавь нас от всякой болячки, хвори, слабости, бесплодичности, недовоганий, от всякой напасти, от всякой страсти, от всякого злого дела. И связанного с ним страдания и скорби, ну и, конечно, от всякой болезни, исцелить и освободить. И сестру нашу Марину, и брата нашего Владимира, и сестру нашего Аллы, Которая молится за раннюю Таручку и Долину, а также Господь поддержи и укрепи и нашего брата Евгения, поддерживая, поддерживая здоровье нашего брата Юрия, исправляя все его недомогания, все его немощи, ну и проявляя таким образом силы Таре Господь. И через его служение, а также Господь, я прошу Тебя, чтобы сила Таре, которая совершается в нашей немощи, проявлялась в жизни каждого из нас. Я молю тебя о том, чтобы мы совершенно четко и ясно осознали, что и что-то расписавшись в своей исполненности, в своей немощи, мы можем абсолютно и полностью оказаться в руках Твоих. И знать, что Ты будешь нами и в водительстве, и направлять, куда мы должны пойти и давать нам здоровье, и помогать нам во всех наших добрых начинаниях. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты принял нашу благодарность, благодарность наших уст, и будь и сегодня, и всегда Духом Твоим, святым в каждом из нас. Но мы все придемте и поддельности будем с вами все, где бы мы ни находились, и поправляться Тебе, так как это должно быть и истинно. Во имя нашего Господа Иисуса Приславляем. Аминь. Ну а сейчас давайте встанем и почитаем. Глава Иисуса Приславляем. Глава Иисуса Приславляем. Давайте на самом деле. Еще раз хотел бы представить вам, хозяина, Некоторые из вас не знают нашего брата, архиепископа, деформата, с этого оставаться. Но вот, мы еще раз хочу представить, что он разъезжает по загадам певицы нашей страны, и не только нашей, и полетует, и созидает, строит формат, церкви, которые не отличаются, чем у нас, как в статусе, но и все-таки обрадованы. В Германии есть некое соединение бедно-стрианской церкви, ветеранской. В одну и вторую такую соединение они совместно проводят богослужения. Ну, то есть, есть некие устремления к совершенствованию, к информированию, вот. И давайте будем верить в то, что это все угодно Богу, и что Бог нас и направляет, и помогает, нас и благословляет, и на его родительство. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, давайте помолимся, и начнем Таинство Причастия. Наш Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас стать Твоими учениками и друзьями. Также мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас вокруг Тесты, трапези, подобно того, как Ты некогда собрал своих первых учеников в верхней комнате, сказав им, «Идите, си есть тело Мое, си есть кровь Мое, но и суета на Мною изгибаема». О, Господь, как Ты пришел к нам каким-то путем, оставаясь в этом на небесах и восходить наше понимание. Но нам достаточно узнать, что мы брежники, а Ты истинный Спаситель. Благодарю, Господи, когда мы готовы прийти к Твоей трапезе, в данном смирении и в Тебя покаянии, и готовы спринять в Тебя, уведу нас в том, что наши михи прощены и благослови нас, когда мы приступим к Твоей Силе, вовремя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ну, давайте еще произнесем молитву, молитву покаяния, да? Вот такую, целовек. Веруем, Господи, Иисус Христа, что Ты есть воистину, Христос, Сын Бога Живого, пришедший на мир грешных спасти, и из них я верну и есть. Еще веруем, что это и самое причистое тело Твоя, это и самое чистое Твоя. Молимся к Тебе. Помимо нас, и простила все предрешения наши, вольные и невольные, злобные, демоны, ведьмы и невидимы, совершенные, исподобие нас неосужденных, частицами чистых Твоих Таинств, восставления веков и веков вечных. Вечером сегодня в Тайне Сыне Божьей, причащающийся нас, прими, не в родами Твоей Таин, Марклер, не в акзале Тебе, даем, как Иуда, как Размоник, исповедуем Тебя. И мне нас, Господи, Царь Святого, донесут или осуждение будет нам, учащение святых Таинств, Господи, но вы соцеление души и тела Твоей, Отца и Сына, и Духа Святаго Таинств. Таинств, Господи, Царь Святаго Тебя, и Духа Святаго Таинств. И во всякий раз, когда вы увидите прессию, и вот в чашу свою смерть Господня, возмущайте, доколе он поведет. Посему, кто будет из твоих сил и пьет чашу Господня недостоинно, иной он приходит к тем и твоей Господней. Доскрытит же себя человек, и таким образом пусть без охлебности, но и пьет из чаши свиню несколько слов, касаемых вот этих последних стихов, о достоинстве или у нас, тоинстве, участие, таинстве, участие. Ну, здесь разные, естественно, кровали. Кто-то считает, что вдруг потерял крошку от хлеба, и это уже чуть ли не вешается. Как крестик это потерял, и все, уже трагедия. Но так, по большому счету, это, значит, достоинство, это когда мы верим в силу крови Иисуса Христа. Вот когда мы веруем, что когда мы причащаемся, и кровь будет за нас, она будет производить у нас что-то полезное и действенное, вот это и не подходить за достоинством, таинством, причастием. Ну, поэтому и давайте сейчас нанесем молитву и осветим, и не хлеб, и не ложь. Так, вот. Ну, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. В такой порядке. Давай. 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 Первое – 34-е – 45 , ты personas сейчас происходит dem法. На полном окружении ворося в Евангелие и пошли Духа Твоего Святого на бережную двору и очистить от тебя звездки, для того, что ты являешься против Духа. В день десятниц, речи небесных, ты дал Духа Святого Апостолу. Так и сегодня пошли Духа Твоего Святого на здесь присутствующих и обновив молящихся тебе сердце чистое, создай у нас Господи Духа, правдой Духа Святого обнови каждого из верующих. Не отвергни лица Твоего и Духа Святого, не отвергающих тебя. И благослови, Господи, Святой Хреб, со Твоих хлебцем, как знак невидимого Твоего, благодаря телу Христа Твоего. Аминь. И благослови, Господи, Святую Чашу, об чаши сей, верно, как знак невидимого Твоего, благодаря телу Христа Твоего. Аминь. Аминь. Благослови, Господи, Благослови эту Чашу, положи Духом Твоем Святым во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте встали. Святой, Святой. Ты иди, Святой. Ты иди, Господь. Иисус Христос. Во славу Бога Отца. Вот и в жизни, которую вы видите и приставлю. Ищайся перед всем, а кто свят. Святой, Святой, Ты иди, Святой, иди, Господь, Иисус Христос. Во славу Бога Отца, Он был честным истинам Иисуса Христоса, Сына и Боже, в Которое пройдет для спасения вашего. Иисус Христос. И бейте из этой чаши все, кто свят. Давайте подходим к каждому сегану. По одному сегану не торопитесь, и не очищайтесь. Ты иди, Ваши Богу. Святой, я к Тебе стремлю, И познаю к Тебе покой. У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. ПЕСНЯ У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. ПЕСНЯ У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. ПЕСНЯ У твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. ПЕСНЯ 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 И исполнение преимущества, в идее заповедника, в угрожении у нас благодати и Твоего Царства, приобретения, для того, чтобы уже не ради себя жить на Тебя ради нашего благородителя. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, добудет нам жизнь вечную, и кровь Твоя чистая, восстановление грехов, будет же навык причастие в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие, Господи Иисусе Христе, Боже наш, добудет нам жизнь вечную, и в вас, в вашем я, ибо каждый из вас дает Твою образу и подруге. В одном из Евангелий, в Боге, в Евангелии говорится о том, что Иисус Христос знает своего Небесного Отца, и Небесный Отец знает Его. Точно так же в этом тексте говорится о том, что и Господь, наш Иисус Христос, как Его Своего Отца знает, так Он и Небесный Отец знает. И именно любви апостол Павел и посвящает многие свои послания, в частности, Первая Коринфа. И просит от каждого из нас, чтобы мы говорим о Небесном Отец. И вот это знание Бога, знание Иисуса Христа, и знание Иисусом Христом у каждого из нас, и есть любовь. Любовь, которая не противопоставляет человека другому или человеку, в каком смысле противопоставляет? Делает из него врага, делает из него другого, иного, чужака. А наоборот, она соединяет человека с человеком, вращает этих двух непохожих, до этого бывших врагами и иными, чужаками, в нечто единое. Это некое глубочайшее такое сущностное предупреждение святое святых человеческого существования. И вот эти преграды, которые существуют в этом миру, они разрушаются, исчезают, прекращаются. Логика части, в которой мы сегодня участвовали, оно и делает нас знающими, в таком высшем смысле этого слова, знающими как любящими Бога.